11 августа 2024 года. Около 8 вечера на территории Запорожской АЭС фиксируется столб густого черного дыма. Глава Никопольской районы военной администрации Евгений Евтушенко сообщает, что оккупанты подожгли автомобильные шины в градирне ЗАЭС. Позднее добавляет, показатели радиации остаются в норме. Вполне очевидно, что Российская Федерация собралась поставить на стол переговоров дальнейшую судьбу Запорожской АЭС и поднять уровень ядерной эскалации на невиданный до этого момента уровень. В свою очередь, российская сторона заявляет, возгорание на объекте охлаждающих систем ЗАЭС возникло в результате обстрела ВСУ по Энергодару. Тем временем, эксперты Международного агентства по атомной энергии данные ЧП прокомментировали так. Видели темный дым, слышали многочисленные взрывы перед пожаром. Курская АЭС выдавила из МАГАТЭ даже более жесткую позицию, нежели касательно ЗАЭС, которая два с половиной года находится в оккупации и под контролем Российской Федерации. И это как раз говорит о том, что МАГАТЭ сегодня является неэффективным органом в структуре ООН, который не может обеспечить ядерную безопасность на соответствующих объектах во всем мире. Кремль вновь решил шантажировать весь цивилизованный мир ядерной угрозой. Очевидно, что кремлевский режим боится захвата украинскими силами Курской АЭС. Именно поэтому сейчас уже фиксируется построение фортификационных сооружений, рытье окопов вокруг атомной станции в Курчатове. Через несколько часов после поджога на ЗАЭС Россия созывает неформальную встречу со вбезо ООН, которая состоится уже во вторник в полночь по киевскому времени. На повестке якобы преступления, совершенные киевскими властями. Российская Федерация попытается в очередной раз объявить власти в официальном Киеве в терроризме, как это любят делать Небензе, Лавров и же с ними. Конечно же, будут рассказывать о ядерной опасности, о нарушении территориальных границ самой РФ. Но опять-таки вполне очевидно, что во время заседания Совбеза ООН мы имеем ряд друзей, которые смогут перечить такой позиции Российской Федерации. Ну и очевидно, там Китая, возможно, там определенных еще членов. Но тем не менее, правда все равно прозвучит на этом заседании. Запорожская атомная электростанция находится под контролем путинских войск с начала марта 2022 года. С того времени оккупанты используют ядерный объект в целях провокации для давления на Украину и весь мир. Я напомню, как ранее, например, в один из блоков Запорожской АЭС врезался российский беспилотник и нанес вред крыше одного из реакторных помещений. Очевидно, что они и в дальнейшем планируют использовать объект в таком направлении. Состоянием на утро 12 августа пожар на территории Запорожской АЭС прекратился. Уровень радиации на Никопольщине остается в пределах нормы. Очевидно, что провокация россиян на атомной станции – это попытка повлиять на продвижение украинской армии в Курской области. Понятное дело, что эта провокация никоим образом не изменит ход событий, которые сейчас происходят на территории Курской области Российской Федерации, но в который раз подчеркивает абсолютную неадекватность кремлевского режима, который в угоду своих политических целей то поджигает на территории Запорожской АЭС, то взрывает Каховскую ГЭС, то производит ряд других абсолютно чудовищных действий. Курский рейд в СУ – это откровенный провал лично Путина. И сейчас российский фюрер не имеет стратегического понимания, как выходить из сложившейся ситуации. Поэтому Россия будет возвращаться к привычным пропагандистским лекалам.